приветствую вас друзья продолжается партия за византийскую империю император у нас называется филипп 2 было сделано несколько реформ создал деспотат болгария титул отдал тут местному герцогу а также деспотат анатолик тоже местному герцогу который к нам хорошо относился но у него есть вот такой вот подчинение вассал теперь ему его отдал он достаточно мощный может попробовать здесь творить всякие непотребности еще у него забрал вот здесь герцогство пруссо отдал вот этому вот герцог чтобы здесь была ровная граница сицилии тот отойдет нашему младшему сыну кипр тут смысла делать нету потому что тут одно градство одно королевство крит и теперь у нас уже есть еще вот тут надо будет сделать фессалоники еще много никея понт сирия армения сербия просто нужно по 150 золота на каждый титул у нас его пока что особо нету также провел на ближнем востоке еще одну войну забрал вот тут такое герцогство две провинции но теперь у нас и стекли 40 перемирия против египетского султана можем объявить священную войну за его вот эти вот все северные земли один из кусочек он так отрезан посмотрим будущем что можно будет с этим сделать объявляем эту войну соберем отдельно профессионалов вот так вот нажимаем а затем собираем все армии думаю справимся собственными силами поначалу а там будет видно в ходе осады захватили еще такой вот лептописи дома хакет сила сопротивления происком это мы сюда можем ее прицепить еще и носить такой офигенный артефакт губка на палке мнение ребенка плюс 10 на крошечный штраф на здоровье это видимо как в древнем риме использовали такие вот губки на палках общественных туалетах можно кстати золото попросить давайте попросим все равно нам на части больше не нужно накапливать в больших количествах можно его теперь тратить нас атакуют и это мы атакуем нет мы защитник и почему-то минус 16 ну ладно подходят подкрепление в первую крепость мы взяли тут тоже взяли часть армии то у находится успеете пацаны успели красавцы но тут нас видимо все равно разобьют да я просто часть армии распустил не было денег надо собирать заново взяли столицу противника продолжаем брать крепости на севере египта в дельте нила в рак тем временем вас делся в ливане на туда направляем часть нашей армии 11000 туда пойдут и попробуют дать и бой врагу осадные орудия оставил садах соответственно кстати тоже немножко поднимал размеры наших профессиональных войск пикинеров легких пехотинцев и лучников до максимального значения поднял остальных принципе тоже можно деньги в мирное время у нас достаточных норме разбили идем на вторую враг почему-то разделился эти все равно преимущества не нас нету это очень хороший командир него вот много всяких перков и это сказывается и все конец войны серьезно за счет бит и осад тут мы еще взяли осаду ладно навязываем требования александрийский патриархат и когда город в новом во власти в римлян александрийский патриархат восстановлен в качестве одного из епископских престолов пентархии восточной православной церкви изначально он был создан святым марком евангелистом ставшим первым александрийском патриархом еще получаем 250 было части это все у нас находится в кармане мы кстати можем сразу узурпировать титул давайте так и сделаем а если вот так допустим кому перейдет как наш сын 2 что получает он из сицилии и египет не так хреново значит надо бы нашему как бы это сделать а мы можем просто сицилию подарить здесь нашему брату да вот так вот мы делаем вот автоматом все герцоги пришли под него а здесь мы просто отдадим нашему второму сыну что ему и так должно будет отойти вот видите ему тут все короче отходит но понятно что он сегодня возьмет сколько у него предел пока что не написано надо хоть что-то дать 6 городов у него пределом домена 3 уже отдали что-то надо еще на 3 тут 4 здесь 3 или может его не усилять так с 3 кому-то другому отдать он пусть владеется центральным и королевством раздал тут все титулы сейчас смотрим по наследованию да он получает королевство египет а давай сейчас ему не нужно потому что потом он когда будет владеть но сейчас если он будет владеть этим египтом он заберет часть вот этих вот земель счетом греции так что пусть будет так это ему подарок на нашу смерть можно так сказать узал еще несколько корейских титулов самой греции самой византии вот здесь почему-то герцог антиохии его столица находится отдаленно от его основных земель да вот кстати начались уже войны внутри конечно есть преимущество низкого авторитета короны именно в том что твои массалы они могут между собой гаситься и тем самим уничтожать свою мощь как экономическую так и военную не будет меньше войск и они будут меньше хотеть напасть именно на тебя что между собой будет воевать очень много тут несколько фракций но это такое неважно ведущей нашей целью станет все-таки иерусалим нужно сделать тут такое соединение в египте поднимается восстание попробуем с ними побороться сколько их там тысяч 12 еще здесь и тут понял 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 у нас тут есть короче войска но не почему-то с низким снабжением и таки не понял почему война за иерусалим подходит концу осталось взять газу 55 процентов есть в этом наследника захватили да вот получили соточку и забираем себе святой город а нам также придется развестись нашей женой она какая-то там извращен как кровосмесительные отношения лучше не надо но их тут так что попросим про развод потом было событие то что она смущает двор и пришлось ее отстранить соответственно она не может нам помогать управление государством сейчас найдем какой-нибудь бесплодное пожалуйста и по сумме всех навыков но пусть будет вот это анастасия фока давайте еще на старости лет мы отправимся в паломничество очередное нужно взять все-таки образец для подражания какой вот уровень на можности последний и там у нас будет возможность создать святую династию но еще 75 и нужно влияние на патриархов мы там сделаем 600 монеты иерусалима давайте именно туда отправимся получаем 375 в итоге но это все равно недостаточно что если бы мы повоевали против папы забрали немножко вот тут земель него 10000 ну давайте повоюем надо конечно идти на рим болгара греческая гибридная культура возникает не знаю стоит ли эти культуры смешивать вот тут есть конечно такие реформы но чего-то такого прям супер-пупер я ну не нашел там на деньги на стоимость строительства преимущество сражения на каких-то определенных типах местности там холмах или на полях не знаю ничего интересного для себя не нашел что-то я вижу у папы больше войска чего писали 12000 возможно у него есть какой-то орден можно вот венгра призывать против папы давай попробуем хотя зачем с у меня 20000 будем атаковать папу он пытался отходить до сражение мы побеждаем 55 процентов сейчас есть но продолжаем идти осаждать венгры офигенный союзник тупо стоит и смотрит ни черта не делает может поможешь спасибо во время ты конечно что мы тут победим или нет нет они уже взяли нормального генерала ты венгер конечно даешь да они кстати взяли наемников венгерский отряд ваш какой-то войско святого георгия у нас денег нету венгрии вступают в бой подходим им помочь пока противник разделил свои войска так это сражение за нами пойдем отбивать нашу крепость блин папа какой жесткий тип дальше идем прямиком на рим тут потери будут 85 человек это не страшно рим мы взяли но противник отбил графства за которые мы сражаемся давайте пойдем венграм поможем восстают еще крестьяне причем на наших родных землях чего он падает тут не нравится капец империи опять все у гражданских войнах взяли обратно это графство крепость и побеждаем в этой войне дальше войска надо переправлять на юг греции и там уже разбираться с этими повстанцами блин чуть-чуть мы не успеваем взять там буквально пару единиц осталось и умирает наш персонаж перед этим также умер наш брат из сицилии обидно очень обидно еще месяц вот до конца этого месяца мы могли взять это решение иерусалимский патриархат с получим сразу 250 ой блин тут дальше идти у нас греховность самый низкий наш сын тоже становится дипломатами вижу август прокачал не знаю зачем ему это для мост ну ладно пусть будет видим королевство египет была создана опасные фракции пока что только два наших вассала не могут ступить во фракции остальные могут первым делом давайте устроим грандиозный пир 250 золота потратим на этом также надо искать союзников так венгрии дед старый 71 год больше я вижу развалилась но там 8000 все равно есть а питание 7000 есть у нас три дочери два сына вот этот наследник к сожалению он не гениален а он еще и удержимый зато он сильный так в одной нашей дочери есть муж 2 нету смотрим сил союза нормальных союзников нету ну давайте нашего младшего сына отдадим в кастелью или из кастелей ему выпишем невесту там 8000 хотя бы есть заканчивается пир 150 престижно 30 мнения дальше можно отправиться помнится нет нельзя у вас есть занятия уже нету пойдет тоже в иерусалим за 600 монет конечно сейчас не особо хорошо тратить так деньги есть вот сепаратисты это что-то всякие герцоги графа королей нету хотя нет есть наш братец и все-таки лучше лишать титулов лишать наследство то что у них видите сколько претензий это не особо хорошо мы можем попробовать заключить вот эту герцогиню максу которые против нас тут выступает тюрьму потому что она преступник или все-таки лучше лишить ее титула давайте попробуем титулов все-таки она соглашается на тут уже написано что мнение упадет на 25 почему все на преступник можно также заключить союз квитаний давайте это сделаем правда тут вот кровосмешение долговязость ну давайте с первым отдадим нашу дочь среднюю союзы нужны потому что будем воевать против папы у нас уже есть претензии на рим также готовлю вот сюда претензию и попробую за эти две повоевать пришел все-таки наш брат с египта к нам на поклон ну хорошо фракциям состоит нет не состоит тут она уже распадается а союз не нужно просто подписать нельзя потому что он претендент получаем претензию полностью на все герцог ствола целого вот она у нас находится это наша епископа старался так сфабриковать давайте будем начинать очередную войну вторую против папы он сильный он очень сильный нам придется всех наших союзников призывать без них я не знаю справлюсь и нет берем претензии епископства вот это можно отключить пусть будет архиепископства начинаем да вот у него уже 12 500 войска святого георгия война пока что происходит без всяких эксцессу посаждаем третью крепость рим 91 процент но хочется все-таки попробовать посражаться наши союзники рядом рада один отряд уходит аквитании 17400 у них 17300 пробуем 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 наши должны зайти да мы побеждаем нас сильно больше и можно завершать уже войну получаем много тут титулов главное то что получаем рима еще 250 благочестия римский патриархат и теперь нам нужно только взять до уровень набожности образец для подражания это последний уровень и очень многовато придется набирать этого благочестия следующем году я смогу поменять образ жизни воду надо будет открывать теологию продолжаем двигаться на запад в сторону туниса сейчас мы порвели войну не забираем себе все вот эти синие территории подсвеченные жиль конечно не дают было чести за то что ты воюешь против других религий и побеждаешь также почему-то польшу здесь получила территории вот этот герцог стал польским вассалом хотя он был вассалом нашего брата или кто-то нет брат уже умер это наш кузен почему-то он потерял этого сальчика не ясно почему следующая война будет против сулимида подонесу из никого много кто-то кто даже отсюда 5000 а кстати галлистская русь центре испании прикольно ну ладно 5 значит 5 начинаем войну открывается у нас возможность основать священный орден чуть больше было чести будет так нашему сколько 50 ну в принципе он еще может что-то сделать ставка аргасе это у нас вот здесь этот город который мы получили куда в принципе пусть боятся ну давайте задаем этот орден орден гроба господня дайте вода его будет постоянно нанимать и я его ни разу не смогу занять мы также вот здесь как видите захватили территорию тоже даруем каким-то местным абдуллама ибрагимом и прочим артере лети вот кстати кому интересно сейчас мы работаем над тем чтобы иерусалим сделать и нашей религии наши вассалы постепенно тоже обращают новые территории которые наберем чилищу по это достижение создать священный орден продолжаем нести слово божьим в сторону туниса следующий у нас будет эмират зохбадидов зохбадидов попробуем пытись самими профессионалами ух ты хочет нас атаковать еще так можно да так можно 1 перенесем сюда завершаем написание еще одного такого вот эпоса у нас там прокачан худи галантности в голову и джентльмены умеют писать сам по себе вон ну такой себе мнение вассала плюс 8 чуть-чуть престижа да еще потратил на него где-то 900 монет всякие разные тут события были но зато получаем 250 благочестия этого мало нужно просто огромное количество этого чести и на этом моменте давайте поставим точку в этой серии достаточно неплохо нам тут получилось занять территорий взяли три священных местах для нашей религии иерусалим александрию и рим продвинулись в северной африке разобрались с нашими вассалами смотрите какая тут уже в чистота авторитет пока что не повышаю учая ситуация меня полностью устраивает также поставил все-таки теологию вот здесь себе жизненный путь тут еще плюс единичка благочестия не знаю получится или нет все три года достаточно старый паломничество двадцатом году еще 6 лет ну будем смотреть на этом все всем пока до новых встреч